Да, да. Получается так, что когда урожая нет, цена зерна поднимается, когда много урожая, он отпадает. Нужен стабильный потребитель зерна. И очень много компонентов глубокой переработки зерна сегодня импортируются в Россию. На встрече с руководством нового банка развития сообщили, что еще один проект по комплексному развитию инфраструктуры Чистополя уже одобрен. Город получит 38 миллионов долларов. Данные средства будут направлены на создание новых музейно-выставочных объектов Чистопольского государственного музея-заповедника. Это более 10 объектов. А также реконструкцию и реставрацию более 30 объектов, находящихся на территории музея. Все вопросы инфраструктурных инвестиций обсуждали на заседании банка. Выступая на семинаре по современным тенденциям, Рустам Мениханов отметил, что такие банковские финансовые вливания сейчас как нельзя кстати. А в Татарстане развитию инфраструктуры и современных технологий уделяется большое внимание. На этот год у нас более 20 отраслей определены приоритетными. Ну и для успешного развития у нас созданы две особые зоны, четыре территории опережающего развития. Как развивать и укреплять связи в разных сферах Рустам Мениханов обсудил и с мэром Шанхая господином Ин Юном. В Татарстану интересно перенять опыт создания промплощадок и особых зон. В республике готовы видеть больше китайских студентов. А руководство Шанхая собирается приехать в Казань и изучить подготовку и проведение WorldSkills. Соревнования им предстоят в 2021 году. Я планирую заграничную поездку и Казань будет у меня приоритетным выбором. И я обязательно посещу 45-е мировые соревнования по профессиональному мастерству. В Шанхае Рустам Мениханов провел еще ряд переговоров. С китайскими бизнесменами обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и биотехнологий. Дмитрий Аринин, Марат Кусейнов, Амир Завюшев, ТНВ, Китай. Субтитры создавал DimaTorzok